Продолжение следует... Ну, в спирали видно все происходит, конечно. Какие-то провалы, потом снова взлеты. Нормальная вещь. Ну, вести себя очень просто, нужно, по-моему, прийти и слушать. Больше ничего, он втянется в конечном итоге, почувствует, что такое красота человеческого голоса, красота гармонии, красота музыки. Бояться здесь нечего совершенно. К каким-то невероятным массовым стадионным искусствам это искусство не станет. Но, может быть, оно тем и ценно. КОНЕЦ Это очень важнейшие вещи. Благодаря меценатам у нас Пушкинский музей, Русский музей, Третьяковская галерея, библиотеки. Масса вещей, которые вообще могли исчезнуть, кануть в вечности. И вообще бы никогда бы об этом не узнали. Но это тоже часть любви, я думаю, к человеку. Потому что это именно отказ от эгоизма собственного. Вот что для меня это такое. Я вижу, что все люди, которые что-то хорошее оставили после себя другим, они забыли о себе. Они перестали быть эгоистами, эгоцентриками. Они думали о чем-то более высоком. Ну, сложный вопрос очень. Этим же министерство целое занимается. И одно, и другое. Чем больше чиновников будет в этом принимать участие, тем будет хуже, по-моему. Нужно спросить родителей, нужно спросить, в конце концов, умных священников. Нужно спросить воспитателей детских садов, вот надо с кем общаться. Что нужно для этого? Потому что мы действительно кое-что потеряли. Это видно даже по тем молодым людям, которые приходят на конкурс в оркестр. Увы. Ну, как-то уживаются. Я не знаю даже как. Ну, мы очень честные просто. Честно очень работаем. Честны перед публикой, перед своими товарищами, коллегами. Просто честные труженики. Правда, действительно, это так. Служители. Ну, служители мне очень нравится это слово. Мне бы лишь бы не мешали. Помогать особо не нужно. Только бы не мешали. Демократия в коллективе для меня это значит уважение к людям. Это то, чего не хватает, по-моему, вообще в демократии как договоре. Просто нужно любить людей, с которыми ты работаешь, уважать их. Они тоже люди. И с проблемами часто бывают. Со своими. У каждого свое. Что-то есть. Но вместе они все-таки приходят для того, чтобы творить музыку. Вообще, я говорю, каждый концерт это чудо. Во-первых, сам факт того, что мы живем, дышим, любим. Имеем возможность прикоснуться к гармонии такой вселенской, я бы сказал. Это уже счастье огромное. КОНЕЦ